Здравствуйте! Вы смотрите программу в движении. Меня зовут Равит Гор. И сегодня мы узнаем, как издательское дело переживает кризисное время в период самоизоляции и всеобщего карантина. С нами на связи руководитель редакции издательства «Никея» Яна Грецова. Яна, здравствуйте! Здравствуйте, Равит! Мы сейчас живем в непростой период, и на карантине многие вновь обратились к чтению художественной и иной литературы. Однако книга «Книги рознь». На что вы посоветуете обратить внимание в первую очередь? Знаете, на самом деле нет худа без добра. И действительно, старое доброе чтение снова стало актуальным в этот период самоизоляции. И наше издательство богато интересными книгами, и мы понимаем, что это время, оно дает возможность не только попутешествовать во времени и пространстве с книгой, прожить еще одну жизнь и, может быть, узнать себя, но и подумать о чем-то важном. И не даром слоган нашего издательства «Книги о главном». И если вы позволите, я бы познакомила вас с несколькими нашими новинками. Да, конечно. Ну вот, например, такая книга, называется она «Разделяя боль». Это книга, которая может поддержать человека в этот непростой период. Она вышла у нас буквально несколько дней назад. Книга написана профессиональным психологом, которая работала больше 10 лет. Это психолог МЧС, зовут ее Лариса Пожиянова. И книга наполнена примерами из ее богатой практики. Она участник ликвидации последствий более 45 чрезвычайных ситуаций, множества горячих линий. И она ценна тем, что Лариса в этой книге не говорит о какой-то теории психологии, она делится своими живыми историями своего опыта. И, безусловно, эта книга говорит о том, как человек себя чувствует в состоянии стресса, в состоянии утраты. И она не дает готовых рецептов и советов, но, безусловно, сможет помочь человеку поддержать попавшего в беду. И вселить надежду в то, что нужно и важно жить дальше. Да, к сожалению, наверное, для некоторых людей в этот период эта книга будет актуальна. Да, согласитесь, Равит, что для нашего поколения это, пожалуй, первое серьезное испытание. И наша задача воспользоваться всем нашим опытом, который у нас есть. И опытом знаний, и радостью, опытом радостной мирной жизни столь долгой. Поэтому я думаю, что наше поколение, в общем-то, должно быть мужественно приносить это испытание. Следующая книга, которая, безусловно, вдохновляет, это книга отца Нектария Морозова. Это игумен крупного монастыря, который написал, казалось бы, необычную книгу. Она называется «Таинство длиной в жизнь» и посвящена таинству брака. Книга рассказывает об актуальных вопросах, как найти свою вторую половинку, как преодолеть кризисы, как распознать истинные чувства. И ее, пожалуй, очень важная особенность о том, что для отца Нектария нет трудных тем и сложных вопросов. В мирской жизни он был профессиональным журналистом, посещал горячие точки и публиковал множество статей в прессе, поэтому он известный публицист и писатель. И сейчас, понимая человеческую психологию, использует еще свой богатый пастырский опыт. Поэтому она, безусловно, интересна, и у нее чудесный язык. Если позволите, буквально один фрагмент. Любовь – это постоянный и таинственный обмен, естественный, как дыхание. Ты даешь все, что у тебя есть, и получаешь взамен все, что есть у другого человека. В данный период у многих их семейная жизнь подвергается непростым испытаниям, когда люди не могут отдохнуть друг от друга. Для некоторых это проблема, к сожалению. Согласна с вами. Равит, совсем скоро нас всех ждет еще одно радостное событие. Это 75-летие Великой Победы. И к этой дате мы подготовили замечательную детскую книгу. Она называется «У Лёки большие щуки». Это книга о военном детстве мальчика по имени Лёка. И она рассказывает о страшных днях ленинградской блокаде, но рассказывает детям очень трогательно, очень вкрадчиво, очень, знаете, просто, эмоционально, казалось бы, скупо, но очень талантливо. Она не ранит ребенка, а, с другой стороны, заставляет детское сердечко проделать очень важную духовную работу. А для какого возраста эта книга? Знаете, мы снабдили ее знаком 12+, в соответствии с требованиями Российской книжной палаты, потому что все-таки события описаны в ней трагичны. Но мы рекомендуем ее детям и 8, и 9 лет, и с начальной школы. Например, я со своей 11-летней дочерью прочитала ее с огромным удовольствием. — Яна, вы являетесь руководителем редакции одного из самых влиятельных издателей страны. Как вы считаете, вот в наши дни Россия является читающей страной? У вас наверняка есть какие-то данные, которые нет у обычных людей? — Смею вас уверить, что Россия, безусловно, читающая страна. И этому подтверждение множественные опросы российские и международные. По данным прошлого года, мы входим в десятку самых читающих стран мира. Мы занимаем там, по-моему, седьмое место. Но что касается ситуации внутри нашего российского книгоиздания, здесь не все столь безоблачно. Статистика, конечно, тревожная, потому что за прошедший год треть россиян призналась в том, что они вообще не покупали книг. Но, знаете, интересно, что читающий человек... Как вы думаете, Равит, мне интересно ваше предположение. Сколько лет самому читающему жителю России? — Ну, я бы сказал, что, наверное, это люди около 40 лет. Но раз вы спрашиваете, наверное, это кто-то из молодежи. Ой, Равит, вы знаете, я была бы счастлива, если бы вы были правы. Но, к сожалению, молодежь от 18 до 24 лет входит лишь в третью категорию по приоритизации. То есть на первом месте люди старше 60 лет. А вы говорите только о печатной продукции или вы учитываете электронные продажи книг? В этом году Русскомстат учел, включил в данные статистики и потребление электронных книг. Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, молодое активное поколение предпочитает пользоваться электронными носителями. И многие книги в жанре профессиональной литературы, вообще нон-фикшн, безусловно, читаются с электронных носителей. Но пока их доля, хотя она неуклонно растет, пока их доля не столь велика. Наша передача выйдет после одного из главных православных праздников – Пасхи. Какие книги ваше издательство, издательство Никея, подготовило к этому празднику в этом году? И какие книги для духовного семейного чтения вы порекомендуете, которые наши зрители уже смогут приобрести после праздника? Пасха или Светлое Христово Воскресенье – это главный праздник христианства. Значит, и наш, как православного издательства. И в этом году мы, конечно, как и всегда радуем читателей своими книгами. Расскажу о некоторых из них, потому что их у нас за 11 лет существования издательства накопилось довольно-таки много. Вот одна из них называется «От Пасхи до Вознесения». Как раз она охватывает период 40 дней после праздника Пасхи. И это евангельские события, рассказанные вместе с современными отцами XX-XXI века. Среди этих людей известны митрополиты Антоний Сурушский, епископ Кассиан Безобразов. Это и современные авторы – Иоанн Крестьянкин, или совсем близкие к нам Георгий Чистяков, или Алексей Уминский, наш постоянный современный автор. Его прелесть в том, что этот сборник позволяет верующему человеку проживать евангельские события вместе с авторами, которые раскрывают и богословские, и исторические аспекты Евангелия. И оно там приведено на русском языке для того, чтобы осмыслить и вместе прочувствовать эти великие события. Другая книга называется «Ангелы поют на небесах». Это сборник, составленный писателем Сергеем Дурылиным. Он прекрасно оформлен, действительно является замечательным подарком к Пасхе. Это сборник произведений русских классиков из самого Дурылина, Пушкина, Есенина, Гумилёва, Цветаевой. Здесь собраны рассказы и стихотворения, посвященные церковным праздникам от Чистого понедельника до Дня Святой Троицы. Ещё одна книга, она адресована детям. Мы стараемся уделять большое внимание детскому сегменту. Называется она «Пасха и другие весенние праздники». И здесь собраны истории, пересказанные для детей, истории о церковных праздниках, о традициях празднования, рассказы и стихи. Эта книжка хороша тем, что она просто и доступна без назидательности, рассказывает о православной вере, знакомит с основными традициями. И проиллюстрирована она замечательной детской художницей, современной Дианой Лапшиной. Такие три новинки. И ещё бы я хотела обратить внимание ваших читателей на наши замечательные пасхальные наборы. У нас их в этом году, по-моему, четыре. И они называются «Пасхальный набор», «Светлая Пасха». Это собранные комплекты книг, довольно популярных уже на нашей серии, где представлены лучшие произведения русской и зарубежной классики. Я надеюсь, что каждый из наших зрителей сможет найти в этом что-то для себя. Одну из тех книг, которые вы… или более чем одну из тех книг, которые вы порекомендовали. Следующий мой вопрос будет такой. Наша жизнь очень сильно изменилась из-за того, что мы были вынуждены самоизолироваться от мира, сидеть в четырёх стенах. Как лично вы переживаете этот период? Как живёт ваше издательство? Продолжает ли работать в это время? Мы продолжаем работать, конечно. Мы верим в то, что беды пройдут, и все мы снова встретимся, и будем держать в руках тёплые, свежепривезённые, и с пахнущей типографской краской книги. Что мы делаем сейчас? Конечно, мы усиливаем своё присутствие в сети, как и многие другие ведущие российские издательства. Мы проводим большое количество встреч с авторами, конференции, дискуссий. Безусловно, наращиваем свой цифровой контент, планируем цифровую библиотеку. Обычно сначала появляется печатная книга, и лишь потом в течение какого-то времени возникает её электронная версия. Теперь же ряд наших новинок увидит свет сначала в электронном виде, и лишь потом с началом работы типографии и восстановлении общей ситуации они, мы очень надеемся, будут напечатаны. Что касается наших акций, мы уже 9 лет проводим всероссийскую акцию, которая называется «Пасхальная весть». В день Святой Субботы, когда множество людей, верующих, приходят для того, чтобы осветить куличи и яйца, мы предлагаем им ещё и духовную пищу, потому что именно она важнее, нежели все церковные атрибуты праздника. И у меня в руках есть несколько, вот они так выглядят, эти бесплатные книжечки для распространения в храмах. И в этом году из-за общей ситуации с самоизоляцией они не попали в руки читателей в нужный момент, но все они будут разведены по храмам и розданы, возможно, когда люди будут проходить катехизацию накануне обряда крещения или в какие-то иные моменты. Но что касается нашего личного ощущения от нынешней ситуации, мы молимся, молимся за наших близких, некоторые из которых находятся в сложном состоянии, в больнице. И мы продолжаем работать, и, конечно, мы верим, верим, что невзгоды пройдут. И сейчас, в дни, когда нас всех переполняет пасхальная радость, хочется сказать, что, друзья мои, не теряйте надежды и верьте, потому что, как сказал Христос, не бойся, только веруй. Это первые слова в Евангелии, которые сказаны им после воскресения. И всех хочу от всей души поздравить со светлым праздником Пасхи. Христос воскресе! Одна из профессий, как книгопечатание, издательское дело, которое в любой кризис, в любой период останется востребованным, потому что людям нужна духовная пища. Равиль, благодарю вас за такие прекрасные слова. Вот, знаете, есть такое выражение у нас у православных, оно как елей на сердце, ей Богу. И, безусловно, мы люди думающие, а думающие, значит, читающие. И, как сказано в Евангелии от Иоанна, на котором оно открывается, в начале было слово. Поэтому уж кто-кто, а мы, христиане, люди книги, очень надеюсь, что будем продолжить читать и возрастать в своей вере. Спасибо вам большое! Дорогие друзья! От лица всей телерадиокомпании «Русский мир» поздравляю вас с наступившей Пасхой. Пусть этот светлый праздник принесет ваш дом радость, любовь и надежду. А мы, в свою очередь, подготовили несколько выпусков программы «Музей и Мания», которые можно посмотреть прямо сейчас. Приглашаем вас в Исаакиевский собор и музей русской иконы. До новых встреч на телеканале «Русский мир». Всего доброго! Русский мир